Добрый вечер! Добрый вечер! Наш гость Андрей Вадимович нашел в каком-то провинциальном городе фотографии людей начала 20 века. И? Ну тут предысторию надо рассказать. Дело в том, что мы с Андреем Белли, во-первых, старые друзья, во-вторых, при том, что мы разные люди и разные художники, у нас масса общих увлечений. Начиная с подводного плавания и заканчивая собирательством каких-то старых штучек. Они, как правило, не имеют отношения к антиквариату, какой-то ценности номинальной, но они содержат в себе дыхание времени, которое мы оба очень любим и чувствуем. У нас было несколько выставок совместных, при том, что мы никогда вместе в «Четыре руки» ничего не делали. Были его работы и мои работы. И он довольно часто в своей живописи использовал фрагменты каких-то старых фотографий. Причем не то, что он взял фотку и наклеил там на холст, нет. Он как-то настолько это вживлял в ткань своей работы, что... Вот я смотрел и не понял, как это сделано. В какой-то момент, действительно, я на гастролях, то ли в Вологде, то ли в Великом Устюге, не помню где, я все время хожу по антикварным лавочкам, там был целый чемодан винеточных, таких вот маленьких, портретных фоток каких-то новобранцев, каких-то, значит, девушек, поразительно глядящих в камеру. Я представляю, что такое для них было фотографирование тогда. Это сейчас, когда тебя щелкает, кроме раздражения, это не вызывает ничего. А тогда же это, может, наверное, в жизни это делали. Они шли как к священнику. И почему-то вот этот чемодан оказался неразобранным. То ли революция началась, ну, непонятно. В общем, заказчики не пришли. Это буквально чемодан фотографии. Да. Не образно говоря, а вот буквально. Буквально. Я в этом чемодане прорылся несколько часов, выбрал десятков пять. Они стоили копейки какие-то, значит, привез их в Москву. Приехал Андрей ко мне. Мы их стали смотреть и решили сделать вот такую анатомию памяти. Решили делать живопись на основе этого дела. Вот дальше мы действительно работали в четыре руки. Это был очень нервный. Что значит сделать живопись на основе этого дела? Представляете, вот если сейчас у вас в гостях кинорежиссер, он станет говорить, ну, я взял пленку с эпию, так немножко вот сделал похолоднее цвет еще, а вот потом и сделал такое стробоскопирование, чтобы это как в старом кино было. Я не хочу раскрывать технологию. Нет, не важно. В результате, ну, как бы вот что это? В результате это двенадцать холстов в человеческий рост, где запечатлены образы двенадцати разных людей, живших где-то в самом начале двадцатого века. Скажите, пожалуйста, вы пристально много дней и месяцев, наверное, глядывались в фотографии людей начала двадцатого века. Вы изучали их лица, да, раз вы их рисовали. Есть ли какое-то принципиальное отличие лиц начала века от лиц начала двадцатого века? Есть. Я не найду сейчас вербальную форму, чтобы объяснить, чем они отличаются. Для меня, например, необъяснимая вещь. Вот смотришь хронику по телевизору и показывают общий план улицы. Там люди идут вот такие вот, даже не в чем они одеты. А сразу понимаешь, начало шестьдесятых. Вот каким образом мы это чувствуем? Какой-то запах времени, который очень отличает каждую эпоху. У них другие лица. Вот те лица, которые вы берете, непонятно, какой это социальный слой? Разный. Там есть новобранцы, там есть два бизнесмена после удачной сделки, либо два одесских бандита после удачного дела. Одно и тоже. Одно и тоже. В принципе, да. Есть дамы такие, есть городские, есть деревенские. Очень разные люди. Послушаем. Звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло? Да. У меня вопрос к Андрею Макаревичу. Вот, как известно, музыке невозможно научиться по книжкам. Но можно ли стать художником, по учебникам, по книгам, не обязательно учаясь в заведении? Я хочу сказать, что наш гость закончил с отличием архитектурный институт. Это просто, может быть, кто не в курсе. Так что то, что он не учася, стал музыкантом, на самом деле. Я думаю, что можно стать художником и без книжек. И история, знаете, тому примеры, Перасмани, например. Я думаю, что все дело в количестве таланта, которым Бог тебя наградил, и в желании. Тем более, вот та планка ремесла, которая была необходима, грубо говоря, в начале XIX века и концу XIX века импрессионисту это свели на нет, сегодня не считается критерием. Мало того, вызывает раздражение. Средства. Сейчас средства, художник, не ограничен. Очень важен результат. Результат в чем? Как измеряет результат? Вот это хороший вопрос. Я с кинорежиссером Сережей Соловьевым лет 15 назад имел страшный спор. Он мне доказывал, что веяние времени заключается в том, что вот сегодня художник, это не тот, который нарисовал гениальную картину, а тот, который убедил человечество в том, что она гениальна. Я с ним не соглашался. И продолжаю не соглашаться. Несмотря на то, что сегодня многие так и делают. Наверное, время такое. Надо пробивать собой вот этот информационный слой, страшно агрессивный, от которого люди инстинкнут защищаются. Но я все равно продолжаю думать, что работа художника, вот то, что он сделал своими руками, она должна говорить сама за себя. А можно объяснить, почему, ну, я не знаю, там, Мона Лиза, вот нарисованная женщина, гениально, а еще рисовала миллионы людей, рисовали женщины. Это объяснимо? Нет. Необъяснимо, как в присутствии ангела, необъяснимо. Вот тут он есть, а тут его нет. Это чувствуется. А алгеброй не поверишь, что с Германией. Я совершенно серьезно вам говорю, просто, может, подумал, что это шутка. Это не шутка, что эта выставка, она прошла в Русском музее, в главном нашем музее в Питере. И теперь она будет проходить, 24 апреля открывается, в главном музее Традяковской галереи в Москве. Как-то художественная интеллигенция на это реагирует? На то, что пришел Макаревич, известный, в общем, не тем, что он художник-человек. И в Традяковке так раз. Интеллигенция у нас неоднородна. Я думаю, что интеллигенция, связанная с кругами продвинутых художников, реагирует достаточно раздраженно. Во-первых, никто не любит, когда залезают на их поляну. Еще ни с того, ни с сего, и еще вот прямо по таким музеям. Но вот так получается. Я хочу, чтобы вы сами сказали, что просто, чтобы сразу все слухи, которые возникают по этому поводу, уничтожили. Что это не история, когда Макаревич приходит к директору Традяков и говорит, вот вам некоторые, конечно, денег, сделайте мое выставку. Чтобы такого не было. Потому что вы прекрасно понимаете, что сейчас... Такого не было и быть не может. Иначе бы директор Традяковской галереи жил гораздо лучше, а выставки там были совсем другие. И еще одна вещь. Я понимаю, что... И мне многие люди, которые профессионально находятся в пиаре изобразительных искусств, они говорят, Андрей, не надо тебе. Не пытайся ты... Продолжай себя позиционировать как музыканта, который рисует. Который еще и рисует. Ты все равно этот стереотип не сломаешь. А я очень хочу, чтобы меня воспринимали по гамбургскому счету, как художника. Андрею Беля проще. Он всю жизнь был только художник. Это его основной заработок, основной род деятельности. А у меня их несколько, так получилось. Тем не менее, я к этому все-таки никак к баловству отношусь. Для вас важно, как вас воспринимают? Ну, если бы у меня было абсолютно безразлично, я бы не стал выставляться. Мой отец был гениальный график совершенно, я не боюсь этого слова. Он ни одной выставки не имел. Не хотел? Нет, не очень хотел. Один раз попытался в архитектурном институте, где он преподавал. Была выставка преподавателей. Он выставил свои работы. Там был портрет Оскара Питерсона. Пришел какой-то идиот партийный. Сказал, что это тут негра выставили. Сняли картинку. Он расстроился и убрал все свои работы. Больше не выставлялся нигде. Хороший человек. Да? Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на два вопроса, если можно. Значит, первый вопрос такой. Где уважаемый гость учился музыке? И второй вопрос. Совпадают ли философские убеждения сегодняшнего Андрея Макаревича с его убеждениями, которые были у него лет 30 назад? Лет сколько? 15, по-моему. 15? Учись где-нибудь музыке. Музыке я учился на дорогах жизни. Ну, строго говоря, я ходил в музыкальную школу под жутким давлением родителей на протяжении двух с половиной лет, в возрасте там лет 9-8, и я их победил. Я ненавидел это занятие, и наконец меня оттуда выгнали. А потом уже, когда начался рок-н-ролл, я учился у тех, кто это делал лучше меня. А изменились ли ваши философские, именно речь шла не о социальных, не о философских убеждениях? Нет, философских нет. Я думаю, что просто я был более наивен, потому что значительно меньше знал. Знания все-таки большей части несут разочарование. И печаль. И печаль. Но убеждения мои совершенно не изменились. Если мы посмотрим фотографии, ну, любые фотографии, групповой снимок там людей 60-х годов, то примерно про этих людей можно что-то сказать. Вот посмотрев такой большой групповой снимок, 50 фотографий людей начала 20-х, что-то можно про этих людей сказать? Значительно меньше, потому что 60-е годы я еще помню. И мне легко это проецировать на свое детство, своих родителей. А про ту жизнь мы знаем гораздо меньше, она сильно искажена. На лицах что-то написано у людей? Эмоции. Но основные эмоции у человека не изменились за последние 5 тысяч лет, я думаю. То есть они принципиально другие, чем мы, но чем другие сказать невозможно? Абсолютно точно. А они лучше или хуже? Так нельзя спрашивать. Они мягче. Они мягче и наивнее. Они знают что-то другое, чего забыли мы, и не знают массу того, что вынуждены знать мы. Они мягче и наивнее. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за то огромное удовольствие, которое вы доставили вашими книгами, особенно сам Овца. Спасибо. Это замечательные вещи и о наркологии, и сам Овца. Благодарю вас. Вопрос такой. Назовите, пожалуйста, вашего любимого художника. У меня нет одного любимого художника, тем более, что, вы знаете, чем художник лучше, тем он более разный. Я не могу сравнивать Боттичелли, Модельяне и Руссо, например. Это нереально. Поэтому у меня много любимых художников. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что такое, какую часть своей, то ли философии, то ли души, то ли чего-то, то ли мыслей, вы не можете выразить в песнях, и поэтому вам надо рисовать? Я никогда на эту тему не думал. А почему вдруг вы рисуете? А потому что я испытываю потребность в этом. Я начинаю, и меня это страшно увлекает, и я забываю про время. И я получаю огромное наслаждение от процесса. Но это же уводит вас от написания песен. Нет. Это было бы наивно думать, что если бы я больше ничем не занимался, я бы вот сидел и писал песни с утра до вечера. Я бы, наверное, много ерунды написал. Потому что песни пишутся вот ровно столько и тогда, когда они пишутся. Они сами находят время для того, чтобы написаться. Вы сейчас пишете песни? Да. Скажите, вот когда, как человек пишет песни, я не буду спрашивать, потому что это совершенно непонятно. Как человек живописует, так теоретически, мне кажется, понятно. Для того, чтобы живописать, нужно иметь холост, нужно иметь какие-то вещи. Это когда происходит? Просто это как досуг или как что? Ну нет, это никак не досуг, наверное. Причем сейчас гораздо легче, потому что я наконец переехал в дом, где удалось сделать мастерскую достаточно большую. Так у вас не только выставки за ряковки, но еще и мастерская есть. А невозможно рисовать. Можно рисовать на блокнотике, на коленях, но это будут вот такие картинки. Дальше тебе нужен как минимум большой рабочий стол, место для красок, место, где можно замочить там бумагу или холст и всякое прочее. Это все средства производства, орудия. И выходит туда как на работу? Нет. Мне нужно, чтобы... Я знал, что у меня полдня свободных, что меня никто не будет дергать, что не будет звонить телефон с какими-нибудь глупостями. Так бывает? Очень редко. И вот я пришел туда и вижу, что лежит замечательная бумага, фактурная какая-то, а она сама уже тебе предлагает что-то на ней нарисовать. И вот когда все под рукой, то процесс идет легко и замечательно. Если вдруг окажется, что не можешь найти ножа, чтобы лист разрезать пополам, все может сломаться к чертовой матери. Скажите, правильно ли я понимаю, что вас по жизни ведет интерес? Вот если вам интересно, скажем, заниматься подводным плаванием, вы это занимаетесь, ничего другого не ведет? Ни корысть, ни смысл заработать денег, ни стремления к славе, ничего не ведет? И так было всегда, когда вы были еще незнаменитыми? Абсолютно. Вы делали то, что интересно? Конечно. Это счастье? Большое. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я давний поклонник ваш, еще с военного училища, когда вы были на концерте у нас, молодой, красивый. Сейчас старый. Слышали мы в боженном проходе тогда. У меня такой вопрос, Андрей. Как это происходит, когда вы пишете песню? Это как, от Бога или от вас? Я не знаю, и мне жалко тратить время на вот эти изыскания. Слава Богу, что они пишутся. Я не знаю, как это делается. Я просто стараюсь ее довести до того состояния, когда за нее будет ни в каких смыслах не стыдно. Вот и все. Я давно вас хотел спросить. Вас об этом спрашивали. Мне интересно узнать по поводу машины времени. Один такой вопрос. Как так получилось, что эта группа именно в этом составе, с незаменениями очень незначительными, так долго существует? Как вам умудрилось много талантливых мужиков не поссориться? Столько лет. Причем были самые разные же периоды. Само сложилось. Ну, периодически были какие-то проблемы. Кутиков уходил даже дважды. А Маргулис уходил единожды. Клавишники менялись еще чаще. Но растягивая все это на 39 лет. В общем, действительно. А это для вас была трагедия, когда уходил, например, Кутиков? Конечно. А как же вы потом прощали? Не знаю. Не знаю. Как-то все срасталось опять. Как уходил, понимаю. А как приходил? Звонил, говорил, Андрей. Я был неправ? Или вы этого не помните? Не могу сейчас ни одной ситуации. Как расходились, помню действительно. Как обратно собирались. Как все само собой произошло. Может, в этом тайна? Что вы такой человек, который не длит конфликт? Я ненавижу конфликты, на самом деле. Это непродуктивно. Ну, очень интересно. Есть масса людей, которые этим занимаются, потому что сам процесс борьбы очень им нравится. Вы не с тех. Зачем же бороться внутри? Внутри семьи. Скажите, вот вы, возвращаясь к тому, что вы художник, вот у вас проходят выставки в самых главных музеях страны. Она будет продолжаться месяц. У вас есть какой-то критерий, чтобы вы поняли, выставка удалась или выставка не удалась? Нет. Это подействовало или это не подействовало? А на самом деле нет критерия, потому что по кому судить? Критика, скорее всего, будет полярная. А кто-то похвалит, кто-то обгадит. Это обязательно. И это для меня не показатель. Друзья твои в любом случае будут хвалить, потому что они твои друзья. И они уже заранее любят то, что ты делаешь. Те, которым это не понравилось, скорее всего, будут это говорить за твоей спиной. Поэтому... То есть нет критерия никакого вообще? Ну, там, когда машина время дает концерт, там овации, люди... Ну, какая-то есть, хоть что-то понятно. Громче хлопали, тише, больше, хоть какие-то есть. Ну, наверное, какой-то интерес общественный можно почувствовать, когда тебе начинают сыпься какие-то предложения. Там выставиться, там выставиться, там показать эту выставку, там, там сделать что-то еще. Дать какие-то интервью. Это важно для вас? Ну, в общем, да. В общем, да, конечно. Конечно. Но это было бы неправдой говорить, что мне абсолютно плевать. Скажем так, мне не очень интересует мнение. Но вот я знаю, что я что-то сделал. Я думаю, что я это сделал хорошо. Я это хочу показать людям. Если мое мнение с их мнением совпадает, мне, конечно, приятно. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Алло. Добрый день, меня зовут Иннас. Я хотела бы вас спросить, вот какой вопрос задать. Когда и в каком возрасте какие стили живописи вам были наиболее близки? Я не ценю живопись, графику в зависимости от стиля. Стиль – это не показатель качества. В любых направлениях есть художники. У них любимый там люди, у них любимый стиль. Нет. Нет, нет совершенно. Я люблю фламандцев, так не можешь сказать. Нет, не могу. Скажите, вы рисуете подводный мир? Нет. То есть я на самом деле знал, что вы не рисуете, потому что был второй вопрос у меня. Почему все ваши многочисленные, я не могу сказать, увлечения, дела, никак не связаны? Ну вот уж казалось бы, подводный мир рисовать, так это сам Бог вел, а там красота еще такая. Почему все отдельно? Это связано, почему? Я про подводный мир снимаю фильмы. И это уже мой телевизионный бизнес какой-то. Ну, телевизионная, это так другая история. Ну вот вы пишете песни, существует машина времени, это одна история. Книжки – другая история. Живопись – третья история. Подводный мир – четвертая история. Ну, почему? Можно сказать, что я в песнях рассказываю какие-то истории свои, да? И в книжках своих я тоже рассказываю какие-то истории. Наверное, каждый род деятельности какую-то нишу заполняет просто. А вот вы занимаетесь таким большим количеством дел, на самом деле это не свойственно сегодняшнему времени, которое очень жестко отформатировано. Это правда. Вот ты такой-то и сиди там, где тебя вот сюда поставили. Вас не пугает то, что вас за это будут ругать, хотя вы ни в чем не виноваты? Вам будут говорить, что вы распыляетесь, что если бы он тот, он бы добился бы тот. Меня напугает другая вещь. Если я начну что-то писать или рисовать, и увижу, что получается то, что мне не нравится, а то, что мне нравится, не получается. Вот это меня напугает. То есть вы жестко живете по принципу «ты сам в свой высший суд». Конечно. Не даже, не знаю, любимые люди, никто не... Нет, 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 сначала сам. И вы уверены, что вы не ошибаетесь? Уверен. А как? Откуда такая уверенность? Пока ни разу не ошибся. Откуда вы знаете? Результат. Ну вот у вас сейчас вот идет эта выставка, вы к ней относитесь, естественно, хорошо. Да. Откуда вы знаете, что это, что вот ваше мнение... В Питере она прошла хорошо, я знаю. Было много посетителей, были хорошие отзывы. Но главное, что мне нравится то, что у меня получилось. У меня еще есть вопрос по поводу машины времени, тоже мне очень интересующее. Своё время, когда... Вас же все время хоронили, вашу группу хоронили регулярно. Вот один из разов, когда вас хоронили особенно активно, вас ругали за то, что вы не меняетесь. Вот время меняется, а машина времени не меняется. Мне так кажется, что это потрясающе. И это вот чудесно, она меняется так и так заметно. На самом деле меняется. Я вас уверяю, что если поставить какие-нибудь записи начала 80-х и сегодняшние, вы услышите две совершенно разных команды. Вот эти изменения, которые происходят, они происходят... Как вообще вот время влияет на то, что меняется группа? Как это происходит? Это интуитивно происходит или сознательно? Абсолютно. У меня совершенно бессознательно, потому что ты каждый день что-то видишь. Ты каждый день что-то слышишь, что происходит на тебя впечатление, какую-то новую музыку, какой-то новый фильм. У тебя внутри головы происходит работа, хочет этого или нет. Что такое для вас современная музыка? Я думаю, что это совокупность очень разной музыки, которая делается сегодня. А вот как понять? Нет, современность как оценка, как критерий. Современная какая? Современная симфоническая, современная джазовая, современная популярная, современная клубная. Это музыка современная, а это не современная. Не знаю. Есть такой критерий? Для кого-то есть. Для вас? Для меня нет. Меня мало интересует современная популярная музыка. Вот мало интересует. Она у меня не вызывает мурашек. Я понимаю, что с точки зрения ремесла, вот это сделано здорово, это сделано хуже. Здесь какая-то придумка. Умом я все это очень хорошо препарирую. Но так, чтобы у меня вот шерсть на загривке зашевелилась, как в 69-м году от песни Rolling Stones, этого нет. И последний вопрос, наверное, который я успею вам взять. Рок-н-ролл мертв? Грустный вопрос. Он пережил свой пик, безусловно. Мы сейчас пережевываем по пятому разу, уже пережеванное. Любой жанр съедает свои краски. Ну, то есть тогда мертв. Если нет открытия, то нет жанра. С другой стороны, все равно люди, которым сегодня 16, они получают тот заряд от той музыки, которую они услышали впервые сегодня. Дай Бог, чтобы он был таким же сильным, как заряд от той музыки, которую мы получили 40 лет назад. В двух словах. Самое главное ваше пожелание художнику Андрею Макаревичу перед открытием его выставки в Третьяковском музее. Чтобы он был жив-здоров, не болел, пребывал в хорошем настроении, и все у него получалось. Нам остается только присоединиться к этому пожеланию Андрея Макаревича самому себе. Еще расскажите фамилию художника, чтобы я ничего не перепутал. Андрей Белли. Андрей Белли, Андрей Макаревич. И выставка открывается в Третьяковской галереи 24 апреля. В Лаврушевском переулке, заметьте, в инженерном корпусе. В Лаврушевском переулке, в инженерном корпусе. Выставка называется «Анатомия памяти». И на этом я, ведущий Андрей Максимович, с вами прощаю. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok